Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выходы из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю! В эфире Минск чрезвычайный, у микрофона Анастасия Гарбер. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Вначале остановимся на цифрах статистики. С начала года на пожар ИЧС столичные спасатели совершили более 840 выездов. Три человеческие жизни огонь забрал за это время. 15 граждан, в том числе один ребенок, пострадали. А вот 580 были спасены и эвакуированы из опасных зон работниками МЧС. Минск чрезвычайный. В начале минувшей недели короткое замыкание с далеко идущими последствиями произошло на проспекте победителей. В понедельник вечером на гостевой стоянке Республиканского центра олимпийской подготовки по большому и настольному теннису загорелся Ситроен. Огонь распространялся очень быстро, поэтому оперативно прибывшим спасателям пришлось немало потрудиться, чтобы загасить пламя и не дать переброситься на припаркованный рядом трехлетний Киа Рио. В результате пожара у корейского авто повреждены правое крыло, зеркало и указатель поворота. 17-летнему французу повезло меньше. Огонь уничтожил его практически полностью. В конце недели в городе горели еще два автомобиля. Светлый праздник Пасхи был омрачен для владельца Митсубиси Паджеро. Его внедорожник вспыхнул ранним утром в воскресенье на улице Куйбышева. Отчего загорелся автомобиль, пока неизвестно. Во время ЧП досталось и припаркованному рядом Мерседесу. Владельцу немецкого седана придется заменить переднюю фару, а также перекрасить правый банкер. Минск чрезвычайный. Не посчастливилось в этот день и владельцу дорогого Мерседес Бенц. Его внедорожник загорелся на гостевой стоянке торгового центра Гиппана проспекте Рокоссовского в результате короткого замыкания электропроводки. Еще одно доказательство, что своевременно обслуживать и правильно эксплуатировать нужно любую машину, и делать это только на лицензированных СТО. В остальном, минувшая неделя для столичных спасателей выдалась спокойной и не принесла серьезных по своим последствиям происшествий. Однако более десятков случаев загорания мусора в жилье говорят о том, что потенциально серьезных пожаров было много. Как правило, основная причина загорания мусора – неосторожное обращение с огнем во время курения. Покурив и бросив непотушенную сигарету, гражданин без злого умысла провоцирует пожар. За прошедшую неделю сотрудники МЧС выезжали на тушение загоревшегося мусора более трех десятков раз. Почти все эти пожары зарегистрированы в жилых домах – на лестничных площадках, в мусоропроводах, в подвалах, лифте. А все дело в отсутствии элементарной культуры у многих. К сожалению, курильщики часто не думают о том, что небрежно брошенная сигарета – это не просто мусор, а источник зажигания. Некоторые думают, что при мусорных пожарах не будет ущерба. Однако, например, загоревшийся в канале мусоросборника мусор неизбежно приведет к повреждению самого мусоросборника, контейнера для сбора мусора. Кроме того, страдает весь подъезд, который после копоти нужно ремонтировать. А если пожар не ликвидировать, может возникнуть реальная угроза от дыма для жильцов подъезда. Добавим к ущербу затраты на привлечение техники МЧС и получится круглая сумма, которую платит бюджет за отсутствие культуры у отдельного курильщика. А случай, когда курильщик бросает сигарету с балкона, несознательно поджигая балкон ниже, и вовсе приводит к серьезным пожарам в квартирах часто с пострадавшими. МЧС призывает граждан быть внимательнее при обращении с огнем. Несмотря на то, что погода пока не балует нас своим теплом, весна на улице в самом разгаре. А значит, в разгаре и проблема весенних палов, сухой травы и другой растительности. И как следствие, увеличение количества пожаров, урон природе, уничтоженные огнем дома и хозяйственные строения, гибели и травмирования людей – вот итог выжигания сухой растительности, который повторяется из года в год. МЧС напоминает, что за выжигание мусора и сухой растительности предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 10 до 40 базовых величин. Поскольку в настоящее время одна базовая величина составляет 23 рубля, сумма получается существенная. А в случае уничтожения или повреждения чужого имущества, виновнику придется возмещать еще и гражданские иски. Поэтому берегите себя и своих близких. А у нас на этом все. До встречи через неделю. Пока. Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Минск чрезвычайный.